Я снова рад приветствовать вас на наших лекциях, посвященных проблемам понимания между иудаизмом и христианством. Иудаизм и христианство в Торе и Евангелии. И сегодня я хочу предложить для вашего внимания очень непростую тему. Эта тема омрачала отношения между иудеями и христианами на протяжении многих сотен лет. Тема называется «Кто распил Иисуса?». Вы знаете, это серьезная проблема. Это проблема, которая над еврейским народом нависает уже многие столетия. Эту проблему и сегодня озвучивают словами, записанными в Евангелие от Матфея, 25 глава. Где речь идет о том, что Иисуса привели в приторию. И Пилат интересовался, кого из преступников отпустить на праздник. И те, кто находились в притории, они заявили. И вот как это выбрали Иисуса, чтобы его не отпустить. И в 25 стихе написаны следующие слова. И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. И вы знаете, с какой зачастую болью и негодованием приходится мне слышать, например, современные теории о том, что оказывается катастрофа, которая произошла с еврейским народом в годы Второй мировой войны, когда погибла в Освенциме и в Бабьем Яре и в других местах от рук нацистов 6 миллионов человек, так это оказывается исполнение пророчества. Это оказывается Бог до сих пор, более чем 1900 лет спустя, продолжает наказывать евреев за то, что они распяли Иисуса. Вы понимаете, какая проблема? Вторая заповедь говорит следующее слово нам. «Ибо я, Господь, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». Конечно, даже эта заповедь, если ее прочесть, таким вот образом говорит о третьем и четвертом роде. И даже если говорить о том, как исполнились эти слова, то мы можем говорить о разрушении храма в 70-м году, о восстании Баркохбы в 135-м году, но применить то, что произошло в 1941 году, ну, если говорить с 1933 по 45-й год, к исполнению пророчества, которое записано в Евангелии от Матфея, 27-я глава, 25-й стих является абсолютно немыслимым. В чем же дело? Давайте посмотрим на этот текст внимательно. Действительно, если мы говорим о том, что записано здесь, то сказано прежде всего весь народ. «Действительно ли весь израильский народ стоял перед Иисусом Пилатом в притории? Действительно ли весь израильский народ, живущий в Иерусалиме, в Галилее и в Диаспоре, в этот момент собрался туда, на эту очень маленькую территорию, территория этого места, внутреннего двора, крепости Антония, где находилась резиденция Понтия Пилата, меньше, чем размер этого зала, в котором мы с вами находимся. И даже если предположить, что в этом месте стояло, естественно, нет ни балкона второго этажа, ни балкона третьего этажа, но если там этот зал был полный, сколько человек? Восемьсот? Девятьсот? В чем проблема этого текста? Зачастую, читая этот текст в европейском понимании, мы абсолютизируем проблему и слово «весь». В Библии очень часто употребляется слово «весь» всякий в относительном понимании. Давайте посмотрим, действительно ли весь народ постоянно и непрестанно отвергал Иисуса. Потому что очень часто мне приходится слышать это понимание. Израиль весь отверг Иисуса, пришел к своим, а свои не приняли. Хороший текст. Но давайте посмотрим на то, что в реальности происходило, и посмотрим на всю полную картину, которая изображена нам в Евангелиях. Итак, давайте откроем Евангелие от Матфея, 4 глава и 25 стих. Мы видим здесь, что Иисус возвращается из своего похода в пустыню, где Он был искушаемым дьяволом. И здесь Он возвращается в Галилею, и сказано, что Он ходит по всей Галилее и учит в синагогах, и проповедует Евангелие Царствия. И пошел по Нем слух, и приходили к Нему люди. То есть Иисус получает известность. 25 стих однозначно говорит нам. И следовало за Ним множество народа. Какого народа? Наверное, из Папуа Новой Гвинеи. Нет. Здесь нам однозначно говорится, что этот народ был из Галилеи, из Десятиградия, из Иерусалима, Иудеи и Иордана. Иисус имел очень много последователей. Этот текст предваряет нам программную речь, которую произносит Иисус. Эта речь записана в Евангелии от Матфея. Это Нагорная проповедь. И тут опять же может включиться стереотип. Да, но в Нагорной проповеди Иисус раскрыл какие-то новые вещи. И после этого народ в нем разочаровался. Или, например, еще аргумент. Народ следовал за Иисусом только ради исцеления и ради получения каких-то хлеба и рыбы. И как только Иисус начал говорить серьезные вещи, народ его покинул. Но давайте проверим эти два утверждения. Давайте обратимся в конце Нагорной проповеди. Какая была реакция людей? Восьмая глава. Первый текст. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. Что происходит? Иисус в течение Своей Нагорной проповеди никого не исцелил. Он никому ничего не дал материального. Но Он учил. Он учил вещам, которые люди понимали и принимали. Мы уже неоднократно в наших лекциях говорили о том, что Иисус не учит чему-то абсолютно новому из ряда вон выходящему. Но Он подчеркивает те моменты учения, которые уже существовали в иудаизме. Не большинство за Ним следовало, за этими учениями. Но Иисус говорит о том, что его цель и не привлечь за собой большинство. В Нагорной проповеди Он говорит однозначно, идите узким путем, ибо широкий путь ведет к погибели. В чем же дело? В чем проблема? Давайте посмотрим. На протяжении каждой главы Евангелия от Матфея мы видим, что все больше и больше людей принимают Иисуса. Мы видим, например, что Иисуса принимает даже начальник синагоги Иаир, человек, известный в городе, человек. Мы говорили уже об Иаире, который является председателем общины города. Но, тем не менее, есть и другая сторона. Обратим внимание на 12 главу. Здесь Иисус имеет спор с фарисеями. Этот спор возникает во время ситуации, когда Иисус проходит в субботу с засеянными полями, и ученики его взалкали. Этот текст очень часто используется для того, чтобы показать, что Иисус вот учит нарушать субботу. В действительности. Здесь мы сталкиваемся с проблемкой. Проблема заключается в том, что фарисеи отслеживают учеников Иисуса, которые взалкав растирают колосья и кушают и обвиняют их в том, что они собирают урожай. Но занимался ли Иисус сборкой урожая? Абсолютно нет. То, что нам пишет книга Второзаконие, говорит нам о двух вещах. Первое. Если заходишь в чужой сад или огород, возьми в руку свою плодов и ешь, но только в подол не клади и в сумку не клади. И второй текст, записанный нам в книге Левит, 23 глава. «Края поля твоего не сжинай до конца, пусть придет пришелец, вдова, сирота, бедный человек». Кто был Иисус? Иисус был раввином, учителем. За ним ходили ученики. В еврейской традиции поддерживать учеников, занимающихся изучением Священного Писания, было святой обязанностью. Однако же в этой синагоге их явно никто не хотел поддерживать. В этой синагоге их никто после богослужения не пригласил на обед. И их запасы, по-видимому, были истощены, поэтому им ничего другого не оставалось, кроме того, как идти и кушать, что есть на поле. И после этого Иисус снова возвращается в синагогу, где совершает исцеление. после чего фарисеи говорят ему. Об этом сказано в 15 стихе. Сначала написано нам, что фарисеи имели зависть, а затем сказано опять, последовало за ним множество народу. Но дальше сказано в 24 стихе. Фарисеи же, услышав сия, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вильзевула князя бесовского. Что мы видим? Мы видим, что ситуация совершенно отличается от тех представлений, которые ходят очень часто в христианских кругах. Кто был этот народ, который постоянно следовал за Иисусом? Это был еврейский народ, но общество было расколото на тех, кто следовал за Иисусом и тех, кто следовал за фарисеями. Тем не менее, количество людей, следовавших за Иисусом, было немалым. Обратите внимание хотя бы на то, что происходит по смерти Иисуса. Приходит масса иудеев в Иерусалим на праздник Пятидесятницы и в результате проявления Святого Духа после пламенной речи Петра кается и принимает крещение три тысячи человек. Это не были туристы из Китая, это был еврейский народ. после этого дальше Деяние апостолов говорит о том, что еще пять тысяч человек принимает крещение. очень часто используется понимание того, что Иисуса отвергает собственный народ. Но мы видим в контексте, что речь идет исключительно о религиозных лидерах. Пришел к своим. В данном контексте мы видим, что речь скорее всего идет, что Иисус пришел к людям грамотным, которые и отвергали Его. Кто отвергал Иисуса? Кто были эти люди, которые отвергали Иисуса? И кто были те, которые принимали Иисуса? Если мы проследим то, что нам записано в Евангелии от Матфея, то мы обнаружим, что Иисуса довольно неплохо принимали в Галилее. В Галилее всегда было все хорошо. Даже там, где Иисуса отвергали фарисеи в синагогах, простой народ всегда искал у Него поддержки. Но основная проблема, которую была у Иисуса, это в Иерусалиме. Мы уже говорили о том, что Иерусалим стоял как-то обособленно от всей остальной Галилеи и даже Иудеи. Это было связано с тем, что в Иерусалиме проживали не только фарисеи, о Саддукеи. В основном Саддукеи это были священники, это была высшая каста. На нее делали упор римские власти. В Иерусалиме также говорили на иврите и этим кичились. Тогда же, как в Галилее, говорили на арамейском языке. Вы помните, как к Петру подходит женщина и говорит «Я знаю тебя, ты галилеянин, я слышу твой акцент». В Иерусалиме всегда кичились тем, что они были людьми грамотными. И они должны были учить безграмотных галилеян и переводить им священное описание, когда оно читалось в синагогах. Нечто подобное это можно сравнить с ситуацией, когда приезжает человек из Западной Украины в Москву. И москвичи, слыша этот украинский акцент, насмехаются. То же самое происходило здесь. галилеян считали людьми низшего сословия. Но это были те же евреи. Это была внутренняя проблема. Общество было расколото. И в этом нам нужно видеть конкретный ответ на вопрос, кто принимал Иисуса и кто отвергал Его. Почему фарисеи говорили, он изгоняет бесов силою Вильзевула, князя бесовского. Дело в том, что у фарисеев было определенное понимание о том, кто имеет право творить чудеса. И вообще фарисеи видели, что чудесам нужно непосредственно дать какое-то определенное ограничение. Вот что говорит например одна история, записанная в Талмуде. Речь идет о споре между двумя раввинами. Одного раввина звали Раби Элиезер, другого Раби Игуда. Так получилось, что Раби Элиезера уважали, но его мнение всегда было в меньшинстве. И поэтому очередной раз был спор на тему истолкования того или иного места Исторы и опять побеждают сторонники Раби Игуды. На что Раби Элиезер возмущенно говорит. Если Тора истолковывается так, как я это говорю, пусть горчичное дерево это докажет. И вдруг горчичное дерево перемещается на несколько метров вправо. Но ученики Раби Иуды говорят, горчичное дерево ничего не доказывает. Тогда Раби Илезер говорит, пусть ручей это докажет. И ручей разворачивается, начинает течь вверх. Но ему тоже говорят, ручей ничего не доказывает. и вдруг разверзается небеса и раздается голос с неба, который провозглашает. Как вы смеете не слушать раба моего Элиезера? Тора истолковывается так, как он говорит. Но Раби Иуда находит выход. Он открывает книгу второзакония 30 глава и 12 стих и вырывает три слова из контекста, говоря, она не на небе. В книге второзакония здесь имеется в виду совершенно другое. Там написано в 11 стихе, ибо заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, она не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел на небо, что и принес бы ее нам, и дал бы ее нам услышать, и мы бы исполнили ее. Но Раби Иуда вынимает три слова, она не на небе, и говорит на этом основании. Это означает, что с неба мы уже больше не можем слушать истолкование заповедей. Всевышний дал заповеди нам, равинам, для истолкования. Проходит несколько дней, и идут ученики, которые были на этом споре, и разговаривают между собой, и у ворот города встречают Илью пророка. Илья пророк всегда появляется для разрешения таких споров. И Илья спрашивает Илью пророка, скажи нам, дорогой Илья, А что сейчас на небе делает святой, да будет он благословен? Илья говорит, он посмеивается и говорит, дети мои победили меня, дети мои победили меня. Вы знаете, вот эта проблема, которая существовала в иудаизме, что фарисеи возомнили то, что им дано право истолковывать священное Писание и что Бог больше не имеет права вмешиваться. Даже если Он голосом Своим с неба говорит, Он не имеет права вмешиваться. Но мы знаем, что произошло, когда Иисус погрузился в воды Иордана. Дух Святой в виде голубя сошел и голос с неба провозгласил. Сей есть Сын Мой возлюбленный и в Нем Мое благоволение. Были те, кто послушал, а были те, кто сказали, не слушаем голоса с неба. Можем